Замков, которые не подвластны домушникам, нет. Так оптимистично начали сегодня пресс-конференцию ВВД, посвященную квартирным кражам. Сколько времени нужно опытному вору, чтобы обчистить жилище, чего нельзя делать жертве ограбления и имеет ли значение размер ключа? Об этом рассказали эксперты-криминалисты. Какие бы ни были замки, они в любом случае вскрываются. Вскрывается все в зависимости от времени. Набившим на взломах руку хватает нескольких секунд. Задача жильца сделать так, чтобы опытный вор при взгляде на его дверь невольно морщился. Например, продукция китайских производителей для ограбителей – плевое дело. Замок должен быть врезан в толще двери как можно глубже от внешней части. Разумеется, и сама коробка должна быть крепкой. И лучше с двумя замками разного типа. От взлома должна быть хорошая запорная планка. Это косяк двери. То есть замок стоит на двери, да? Сувальд выходит у него в косяк двери, в котором находится запорная планка. Запорная планка. Вот эта запорная планка и сам косяк, он должен тоже быть достаточно крепкий. Ну а если все же случилась беда, вы пришли домой, обнаружили скрытую дверь, в квартиру не заходите. Прямо с порога вызывайте полицию. Как лежать, пускай они так лежат. Сравно позвонить в 02 и ждать следственную оперативную группу возле дверей. А то у нас бывает такое случай. Приходит, все убирает, протирает, наводит порядок, потом только вызывает. Кроме того, ведь и в самой квартире еще может находиться преступник. Не исключено, что вооруженный. И кража может превратиться в грабеж с трагическими последствиями. Был у нас случай в конце 98-го, 37-го года, я помню, в доме 50-14. Там девчонка пришла со школы. Может, помните? Изнасилование. Квартирный вор. Вообще, обезопасить себя лучше сигнализации, как всегда советует ВВД. Сейчас вневедомственная охрана контролирует только 5% челнинских квартир. Их домушники обходят стороной. Тем не менее, в день на пульт поступает 7-10 вызовов. Попытки проникновения. То есть, когда начинает дербанить дверь, срабатывает охрана сигнализации, мы приезжаем, но проникновений нету, раскурочены входные замки. За 2015 год проникновений на охраняемые квартиры зафиксировано не было. Большое количество краж наблюдается в районах новостроек. Там даже на шум от взлома никто внимания не обратит. Соседей никто не знает. Движение, естественно, там кто-то что-то выгружает, кто-то что-то загружает. Никто внимания не обращает на это. Ну, потому что идет заезд, выезд, вновь построенный дом. Скоро Новый год, когда хозяева квартир в гостях или по пьяной лавочке приводят домой незнакомцев с улицы. А наутро остаются без техники и ценных вещей. В полиции говорят, что кражи или грабежи обязательно будут. Каждый год в январские праздники фиксируют по 5-6 случаев.